Друзья, я хочу прокомментировать ситуацию по Белгороду. Я живу в Харькове, до границы с Украиной от Белгорода 25 километров. И, к сожалению, это видео не о поездке по музеям и барахолкам этого города. Хоть я и бывал там до войны. Видео на основную тематику моего канала будет уже в среду. А это видео важно посмотреть белгородцам, так как, возможно, вам стоит собирать вещи и выезжать из города. Пару дней назад в Белгороде горела нефтебаза. А до этого взрывались склады с боеприпасами, благодаря которым и осуществляется поддержка нападения на Украину, на Харьков. Губернатор Белгородской области Вячеслав Лотков обвинил Украину и сказал, что взрывы и пожар на нефтебазе в Белгороде произошли в результате ударов украинскими вертолетами. Сейчас вы видите кадры самого нанесения удара. А вот вы видите видео, как вертолеты покидают место нанесения удара. Но давайте поразмышляем. Россия долго готовила это вторжение в Украину. Наверняка ПВО должно быть приведено в повышенную готовность. И как туда с легкостью пролетело два боевых вертолета. Ну и если есть такая задача у Украины, уничтожить военные объекты Белгорода, кто мог нанести удар и чьи это вертолеты? Зачем рисковать жизнями пилотов, если можно отправить Байрактары? И они гораздо дешевле вертолетов, если их собьют. В прошлом видео про Байрактары я рассказал характеристики и стоимости этих беспилотников и почему их стоит бояться. Ссылка будет в описании к видео. В Министерстве обороны Украины подозревают, что ситуация в Белгороде произошла с целью скрыть чью-то коррупцию. Ведь уже были случаи, когда российские военные сливали топливо, чтобы не ехать умирать в Украину. И в частности в Харьков. Я хочу наголосить на то, что станом на сегодняшний день Украинская держава действует оборонную операцию с отбитой оружейной агрессии на территории Украины. И это совсем не означает, что Украина должна нести ответственность за все прорахунки, за все катастрофы и все события, которые происходят на территории Российской Федерации. Это может быть провокация россиян, направленная исключительно на запугивание своего же собственного населения и оправдание вторжения в Украину. Россия может использовать эту ситуацию для срыва переговорного процесса и угрожать ядерным оружием. В Кремле уже заявили, что это не создает комфортные условия для продолжения российско-украинских переговоров. Президент Зеленский в интервью Fox News не стал подтверждать или опровергать информацию об этой ситуации. Я думаю, подобные провокации будут повторяться, а пострадать могут мирные жители. А губернатор уже намекнул в своем телеграмм, где следующая нефтебаза. Наверное, это все-таки на случай, если это были украинские военные, чтобы они точно не промахнулись. В регионе у компании Ростнефть две нефтебазы. В Белгороде и в Губкине. Для зрителей из России хочу сказать, в России начался военный призыв с 1 апреля по 15 июля. Избегайте, не едьте в Украину. Вас здесь никто не ждет. Еще напоследок добавлю видео советника Офиса Президента Украины. Дорогие друзья, с утра много разговоров о том, что в Белгороде что-то взрывается, горит, что там какая-то паника у них и так далее, и так далее. Ловят бандеров. Значит, что я хочу вам сказать по поводу Белгорода. Военно-политическое руководство Украины предпринимает все способы приема действий и методы, чтобы обезопасить Украину. Нашу территориальную целостность, неприкосновенность, мир и покой дан нашими головами. Мы ведем боевые действия оборонительные на своей территории. А вот за то, что происходит на территории Российской Федерации, несет ответственность руководство Российской Федерации. Видимо, и им нужно разбираться, что же происходит в Белгороде. Может, кто-то покурил не в том месте. Может быть, еще что-то. Потому что военные российские саботируют на выполнение приказа, не хотят заходить на Украинскую территорию доступными методами. В любом случае, все ответственность за происходящее на территории Российской Федерации несет руководство Российской Федерации. К ним и все вопросы. Друзья, я хотел бы напомнить, что вы можете поддержать наш канал в это непростое время, подписавшись на наш Патреон или используя кнопку «Спонсировать» и получить дополнительные бонусы от меня. Более подробно будет написано в описании. Заранее спасибо.